Еще один миф не есть после шести. И что, голодный спать ложится? Ну уж нет. Привет, милые! Это видео для тех, кто уже неоднократно вставал на тропу борьбы с лишним весом и уже не одну собаку съел, а вес, то есть что называется, авоз и ныне там. Я сама была заложником такой ситуации. В чем суть? Да в том, что я пользовалась вот этими мифами, которыми наводнен интернет и вообще общественное пространство, о том, как избавиться от лишнего веса. И я вела борьбу с этим весом, потому что на самом деле, вот вроде бы как я стройная сейчас, но мой вес сейчас, вот мне 52 года, на 10 килограммов ниже, чем в школе. У меня метаболизм от природы не быстрый, и я склонна к полноте, потому что все мои родственники и мои родители, они далеко не худенькие. И в общем-то вот эту борьбу я вела, но сейчас наконец-то эта борьба закончилась, я успокоилась, и мой вес стоит на месте, потому что я знаю как. И давайте размеем мифы, чтобы не совершать нам больше таких ошибок. Миф первый о том, что нужно считать калории. Мы часто слышим это, давайте считать калории, есть у нас много счетчиков, которые считают калории, я сама их считала. На самом деле ничего не зависит от калорийности, ведь наверняка у вас есть такие знакомые, у меня муж такой, что далеко ходить, который кушает все подряд, на ночь тортик, килограмм куриных крылышек и не поправляются ни капельки, не поправляются. Как были худые, так и были худые. Я всю жизнь завидовала своему мужу. Так вот, на самом деле нами правят гормоны. Какой гормональный статус, такими мы и будем. Если хороший гормональный статус, мы будем худыми, если не очень хороший, мы будем склонны к полноте. Так вот, смотрите, например, есть люди с гипертириозом и с гипотириозом. Гиперфункция щитовидной железы это гипертириоз. Такие люди, вот они что едят, они хоть просто лежат, не двигаются, они все равно будут худеть, чтобы они не съели. Люди с гипотириозом это пониженная функция щитовидной железы. Они вот на булочку только посмотрели, у них уже начинает на боках жирок прибавляться. Ну хорошо, с этими болезнями нужно бороться и есть способы бороться с ними. Но есть же и здоровые люди, у которых метаболизм тоже зависит от гормонального статуса. Например, посмотрите мое видео, ссылочка будет внизу о гормонах похудения. Скажем, гормон роста. Этот гормон в основном он вырабатывается во сне, пик его выработки с 12 до часа. Это гормон мощнейший сжигатель жира, многие об этом не знают. Так вот, если вы будете ложиться до 23 часов и будете высыпаться, то вы уже будете худеть. Этот гормон, он замещает жиры, превращает их в мышцы. Посмотрите мое видео. Или, например, гормон инсулин. Что касается гормона инсулина, то этот гормон как раз препятствует образованию гормона роста. Этот гормон, если у нас высокий сахар крови, он начинает поджелудочной железой вырабатываться в усиленном размере. И наоборот, он способствует отложению жиров, если он повышенный. Если в норме инсулин, он наш помощник, он нам нужен, но если его уровень повышен, то вы будете страдать, к сожалению, ожирением. И если у вас инсулинорезистентность, то есть ваши клетки вообще не отторгают инсулин. Вот инсулин вырабатывается, вырабатывается поджелудочной железой, а клетки вообще его не чувствуют. То в этом случае, естественно, тоже жирок будет откладываться. И тут замкнутый круг, если у вас уже есть жировая прослойка, то инсулин поджелудочной железой вырабатывается, а в клетку он проникнуть не может, жир-то ему мешает проникнуть. Вот поэтому возникает инсулинорезистентность, которая может вести к диабету второго типа. И вот у таких людей тоже будет откладываться жирок, им будет трудно похудеть. Или, например, гормон, который всегда считался мужским гормоном, это гормон тестостерон. На самом деле, не мужской гормон, у женщин он тоже присутствует, просто в меньшем количестве. Вот это тоже гормон, который стимулирует наращивание мышечной массы, и в то же время он замещает жиры. То есть жиры расщепляются, а мышцы у нас растут. Это анаболический гормон. Так вот, для того, чтобы подрастал у нас этот гормон, а с возрастом, особенно в период климакса, его уровень снижается на 50%. Женщине тоже он нужен, поэтому для того, чтобы этот гормон был на нормальном уровне, возьмите гантельки с утра, позанимайтесь. Когда мы занимаемся силовыми тренировочками, мы наращиваем мышечную массу, растет уровень гормона тестостерона, жир уходит. Причем метаболизм ускоряется, и вот мы уже позанимались, а ускорение метаболизма еще продолжается в течение до 24 часов. Представляете, как это классно. Причем не нужно заниматься каждый день, нет, нужно обязательно делать перерыв. И достаточно позаниматься 3-4 раза в неделю, вполне достаточно с гантельками небольшую силовую тренировочку провести. И что нужно кушать для того, чтобы гормон тестостерон был в норме? Кушать нужно белки, это мясо, рыбу, куриную грудку, индейку, яйца нужно кушать. Обязательно жирную рыбу, потому что в ней содержится омега-3, который тоже способствует поддержанию уровня гормона тестостерона. Бобовые кушайте и, конечно, поменьше углеводов. Творожок тоже можно кушать, творог. Это вот что касается гормонов. А миф второй. Нужно сидеть на диетах. Женщины садятся на диету методично десятки раз в течение своей жизни. Десятки раз они наступают на одни и те же грабли. А ведь наша задача какая? Похудеть и удержать вес. А если мы его не удержим, какой толк от этой диеты? Ну мы методично садимся один раз на диету, второй раз на диету. И все эти грабли нам по лбу. Хоба, хоба, хоба. А почему? Да потому что диета это стресс. Любая диета это кортизол, гормон стресса. А вот этот гормон стресса, кортизол, он как раз тот гормон, который накапливает жиры. Ведь мы же в стрессе. И организм думает, нужно запасать жирочек, нужно запасать. Мы на диете похудели, вроде бы как скинули. Мучительно вот эти килограммы мы скинули. А потом мы слезли с диеты. И давай вес торится, набирается организм, запасает жир. А еще и когда мы сидим на диете, возникает вот такой плата. Мы теряли, теряли, теряли жир. И потом вдруг раз остановился организм. Потому что он приспособился. А организм же не дурак, он подумал. Сидит на диете, а вдруг начнет голодать. А у нас же есть основной обмен. То есть калории. Основная масса наших калорий, она тратится на основной обмен. Что такое метаболизм? Метаболизм это течение тех реакций в организме, которые поддерживают жизнь. Так вот, основной обмен это наше сердцебиение. Это те калории, которые тратятся на переваривание пищи, на движение, на работу мозга, на работу сердца, на работу кровеносной системы. А когда мы сидим на диете и мы кушаем меньше чем 1200 калорий, а основной обмен это 1200-1400 килокалорий. Вот представьте, если мы недоедаем эту норму, то получается, что организм, он просто не получает энергию на основной обмен. То есть у нас сердце будет работать хуже, у нас голова будет работать хуже, у нас кровь не будет снабжать, кислород не будет поступать в клетки. И поэтому организм начинает просто-напросто жиры запасать. Поэтому диета это стресс, это кортизол. И ни в коем случае нельзя сидеть на диетах. Третий миф. Нужно заниматься спортом до изнеможения, до седьмого пота, качаться в спортзале, на пробежечку. Я сама раньше это делала. И вот я каждый день на пробежку, каждый день до седьмого пота. И что получается? Опять же, кортизол. Опять же, тот же самый кортизол вырабатывается, который мешает сжиганию жира. Ну, я этого не понимала, у меня вот пробежка, все, мозг был заклинен, что надо до седьмого пота. На самом деле, что я теперь делаю? Я теперь расслабляюсь. Я иду вечерком на прогулочку. Спокойным шагом я наслаждаюсь. Конечно, двигаться надо, девочки, ну, хотя бы 10 тысяч шагов, ну, хотя бы 8 тысяч шагов в день нужно проходить. Если холодно, идите в торговый центр, походите там, поразглядывайте товары, купите себе что-нибудь хорошее. То есть, надо расслабляться. Йога замечательная, пилаты замечательная, цигун замечательная. То есть, не нужно до седьмого пота. Хотя, конечно, силовую тренировочку, о которых я вам вначале говорила, никто не отменял. Еще один миф не есть после шести. И что, голодный спать ложится? Ну, уж нет. Это все, опять же, миф. Если мы ложимся спать голодный и только ждем утро, опять же, тот же самый кортизол. Ничего в этом хорошего нет. Поэтому, покушайте нормально. За 2-3 часа до сна. Ну, не нужно, конечно, наедаться. Важно не во сколько мы кушаем, а важно, что мы кушаем вечером. Как знакомая мне говорит, я вообще могу не ужинать, я поем фруктов вечером и все. А то, что фрукты, это быстрые углеводы, которые поднимают уровень глюкозы в крови, инсулиновый отклик получают, инсулин в крови поднимается, гормон роста блокируется. И у нас не жиринки за эту ночь не сгорает. Так вот, кушайте белки, покушайте куриную грудку, индейку, рыбу перед сном, яичницу. И с хорошей порцией салата, желательно, чтобы это была зелень, зеленый салат. Вот это будет самый лучший ужин, белковый. Тогда и будет гормон роста подскакивать у вас ночью. А гормон роста сжигает за ночь 150 граммов жира. Это невероятно, потому что мы вообще в принципе за сутки не можем больше, чем 150 граммов жира набрать. Если вы утром встали на весы, после того, как поели солененького на ночь, либо сладенького, либо тех же фруктиков, и вы видите, что у вас плюс 1 килограмм, то это не жир, это жидкость. Вот она накопилась просто у вас, и вы не стрессуйте, не переживайте, потому что чувство вины, оно тоже ускоряет выработку гормона кортизола, и опять же блокирует гормон роста и блокирует расщепление жиров. Поэтому не переживаем, на ночь правильно кушаем белки и овощи. Хорошо, вы скажете, если вот вы даже пришли поздно, очень поздно с работы, можно ли покушать на ночь? Можно, и при этом вы еще и похудеете. Но что нужно кушать? Вы жарите себе белковую яичницу, просто белковую, одни белки без желтков, либо можете их сварить. И с зеленым салатом кушайте белки, а белки, они как раз содержат те аминокислоты, которые способствуют синтезу гормона роста. Вы и покушаете на ночь, и еще утром похудеете. И пятый миф. Пятый миф о том, что нужно ограничивать жиры. Ведь если мы хотим избавиться от жиров, мы и кушать жиры не должны. Вот это как раз миф, потому что многие жиры, полезные жиры, ненасыщенные, например, жирные кислоты, омега-3, они как раз способствуют расщеплению жира. Поэтому если вы будете кушать авокадо, орехи, семечки, жирную рыбу, небольшой кусочек сала можно скушать, то в этом случае вы наоборот похудеете. То есть вот эти жиры, они способствуют расщеплению жира. Тем более, что есть даже такая придуманная кето-диета, хотя на ней, конечно, сидеть здоровым людям не нужно. Кето-диета для больных людей. Вот кето-диета, это же диета, которая основана на жирах. Углеводы в ней запрещены практически полностью. Образуются кетоновые тела, за счет которых поддерживается наша энергия. Ведь вообще у здорового человека энергия, она из углеводов поступает. Если углеводы поступают нам в норме, то инсулиновый индекс не будет повышаться, и глюкоза крови будет в норме. Если мы переедаем углеводов, кашку утром поели, любим фруктиков побольше поесть, любим конфеточек поесть, медика, хотя тоже мы думаем, что мед можно кушать, заменить сахар. Нет, мед это та же самая глюкоза. Посмотрите, кстати, мое видео, как я избавилась от сахарной зависимости, ссылочка на него будет внизу. Поэтому, если мы кушаем жиры, это нам только на пользу. Нужно обязательно исключаем практически полностью углеводы, быстрые углеводы, я хочу сказать о быстрых углеводах. Фруктов можно ограничить всего лишь не больше 4 фруктов в день, не более. Конфеты и сладости исключаем вообще. Ну, конечно, можно себе позволить там на день рождения или на какой-то праздник. Хлеб он тоже нам не доставит никакого здоровья. Каши только цельнозерновые и тоже не злоупотреблять ими. Никаких хлопьев из каши. Обязательно посмотрите мое видео, как я избавилась от сахарной зависимости. Ну и вот о тех всяких добавках, там ягоды Годжи, зеленый кофе, тайские таблетки, забудьте о них. Это все маркетинг. Они абсолютно, абсолютно не расщепляют жиры. Ананасы, о которых тоже говорят, что вот кушайте ананасы, там бромелайн, который расщепляет жиры. А сколько в этом ананасе углеводов? Глюкоза поднимается гораздо на больший уровень, чем ваши жиры расщепляются этим самым бромелайном. Поэтому это тоже ерунда полная. Ну, а тайские таблетки, это как раз вот те таблетки, которые искусственно ускоряют метаболизм, а искусственное ускорение метаболизма, оно чем опасно? Метаболизм – это все наши химические процессы. Например, у нас постоянно в организме возникают онкологические клетки. Но есть клетки крови, например, Т-киллеры, которые их уничтожают. Это клетки нашего иммунитета. Но если мы ускоряем метаболизм, то и образование вот этих раковых клеток, оно тоже увеличивается, что может привести, сами понимаете, каким неприятным последствиям. Поэтому никаких дополнительных таблеток и никаких химических ускорителей и метаболизма не принимайте, пожалуйста. Я вас очень прошу. И спасибо вам за то, что досмотрели это видео до конца. Ставьте отметку «Нравится», если оно вам понравилось. Ставьте отметку «Не нравится», если оно вам не понравилось. Для меня очень важно ваше мнение. Обязательно напишите в комментариях, как вы относитесь вот к моим словам, что вы пробовали, какие вы из этих мифов опробовали на себе, удалось ли вам похудеть, сидели ли вы на диетах, удалось ли вам удержать вес, потому что все это мне будет очень интересно. И я буду выпускать следующие видео на основе ваших комментариев. Поэтому спрашивайте, о чем бы вам хотелось еще поговорить. И для тех, кто хочет бороться с кортизолом и получать гормоны счастья и делать самомассаж, я приглашаю вас на неделю бесплатных тренировок в студии «Йоги для лица». Мы подтягиваем личики и делаем самомассаж. А самомассаж – это выработка гормонов счастья, оксидацина, серотонина, которые блокируют кортизол. Мы хорошо спим, у нас вырабатывается гормон роста, гормон красоты – мелатонин. Мы молодеем и худеем без трудов, поэтому по ссылочке внизу под этим видео приходите на бесплатную неделю живых тренировок. Я вас всех жду. Целую вас и люблю. Оставайтесь со мной, не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, для того, чтобы не пропускать мои следующие полезные видео. Целую вас и люблю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова